Эльвира Сверчевская Тортики для меня как бы не актуальны, потому что на торт уходят 3-4 часа. Я люблю быстро и оперативно. Придумываю рецепты, саморазрабатываю. 70 минут сборка, замес теста, 15 минут 10 выпекать и продукт готов. Готовят что-то вкусненькое практически каждый день. Помимо этого играет на пианино, поет, пишет стихи и имеет множество разных увлечений. Но шоколад это особенная большая любовь. Шоколад для меня вот как-то вот он своего рода, своя магия, потому что я его настолько чувствую, настолько он мне нравится. Вот не знаю, вот нашла себя в шоколаде. Эльвира говорит, что если делать с любовью и хорошим настроением, то обязательно все должно получиться. Мы решили проверить. Сейчас из вот этого шоколада мы попробуем сделать вот такие конфеты. Первым делом кондитеры темперируют шоколад. Его необходимо нагреть и обязательно тщательно перемешать несколько раз, чтобы получилась нужная консистенция. А когда он станет пластичным, разлить по формочкам. Это сложно? Предлагаю попробовать. Работа не из простых, ведь нужно и не перелить, и делать все чисто. Но, как утверждает Эльвира, без ляпов в кондитерском деле не обойтись. Как вы выбираете начинки для конфет? Сейчас большое количество топпингов. Разные фруктовые, например, можно чернослив, курага, орехи, посыпочки разные. Вот сейчас вот есть эти фруктовые шарики, то есть они вкусовые, имеют разный вкус ягод. Вот у нас в данный момент будет черника. Будет отдавать шоколад с таким черничным ягодным оттенком. То есть это на вашу фантазию. После того, как все готово, конфеты убираются в морозильник на несколько часов, а уже потом их выкладывают из силиконовых формочек, которые, кстати, бывают разных видов и форм, и подают любителям сладостей. Вот такие красавцы у нас получились. Но как сладкоежке сохранить фигуру? Как говорит Виктор Погиблов, необходимо много двигаться. Но, учитывая обстановку, сам двигается исключительно дома. У него есть целый комплекс необходимых упражнений, которые помогают ему всегда быть бодрым и хорошо себя чувствовать. Предварительная растяжка обязательно и не только. Нужно, не то что нужно, просто необходимо делать упражнения для глаз. Потому что мы, тем более сейчас, в последнее время, мы уперлись все в гаджетах, в интернете. Все туда нужно и не нужно, все это читаем, листаем. Для глаз это обязательно надо делать. И сладости отведали, и к лету похудели. Члены клубов «Активное долголетие» и «Пересвет» соблюдают режим самоизоляции. И в то же время не сидят без дела дома. Главное – проводить время с пользой. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».